...суверенитет, на нее влияют слева-справа, все посольства работают где как хочет, создают компоненты влияния, власть крабит, ворует. Кто может после этого сказать, что это не вышло на улицу, не народ, а какое-то было и иностранное агентурщина. Любая революция имеет высокой предпосылки. Если в стране благополучие, народу нету, конечно можно использовать любое, запретить обод и устроить революцию. Или не запретить аборты, можно тоже устроить. Но мы говорим о фундаментальных вещах. Народ это не нечто такое аморфное, непонятное. Это люди, это живой организм, каждый в своей семье, и он ощущает на своей шкуре, на своей семье, на ребенке, на своем благополучии. И если мы спросим, в любом государстве можно, что в этом Украине зашказание было огромное. Поэтому я считаю, что если народ не согласен с этим, он имеет право менять режим. Я же и сказал, что народ имеет право на восстание, что не один клан будет коррупционер, а другой. И в России мы прекрасно видим. Второе. Тема коррупции сознательно используется силами готовящих переворот. Это инструмент совершения переворота. Это пытались отработать в России еще в 2000-е годы. Поэтому тут надо всегда видеть реальную ситуацию. А тем более, если во главе мирных протестантов мы видим людей с нацистной символикой и автоматами, по-моему, если помню ясно, что это такое. Мое глубочайшее сожаление в том, что вокруг Майдана не были поставлены огнеметы, и все контрасты у вас их женат. Чтобы не страдал, мы вернем в Россию. Много других примеров. Да, конечно, я с вами согласен. И я не спорю. Народ имеет право на восстание. Вот это именно. В Донбассе народ восстал, и он имеет право. В Крыму народ восстал, и он имеет право. Имеет право дать дать дни. Я готов внести свои извинения, как ведущий, потому что я допустил сползание с Великих революций в сторону цветных. Это не вопрос, первый наш вопрос. Первое. Да, вот два товарища спровоцировали меня, а я допустил сползание. Итак, давайте так. Следующий вопрос. Цветные революции мы другую руку убиваем, значит, рассуждая о том, кто там прав, кто виноват, значит, что делала власть, что делала, значит, оппозиция и так далее. Потому что каждый раз, когда мы обсуждаем цветные революции, мы забываем, что там два организатора. Цветные агенты мирового империализма и богаты, воры, агенты мирового империализма во главе этих государств. Значит, две группы здесь присутствуют. Те заражены бациллой вот этого мира. А мы сейчас хотели бы возвращать всех нас к первому вопросу. Откуда эти бациллы в этом мире? Что сделал Октябрь для того, чтобы не было в этом мире этих бациллов? И чего он не сделал? И что предстоит делать нам? Потому что эти бациллы сейчас грозят уничтожением человечества. Независимо от того, они цветные, не цветные. Делается это в виде цветных революций или потоков беженцев производится во всех странах мира. Тоже ведь, значит, инструмент уничтожения не только цветной революции. Сейчас что нам делать вот со всеми, со всем этим инструментарием? Поэтому я вас просил бы сейчас. Вот появился, я думаю, смелый выступающий, который продолжил первую тему. Пожалуйста, я Михаил Борисович попрошу вас по первой. Перед кофе пару слов по первой. Перед кофе. Это очень важно. Вот все услышали. Перед кофе. Это последнее выступление перед кофе. Да. Вы подняли, что к высоко плану вместе с... Представьтесь. Как нам сливается? Да, да. Михаил Борисович, вы имеете в виду. Я подряд у тебя, и я из Украины, я буду следующую сессию модерировать. А я хотел отреагировать на ваш столь высоко, как был поднятый план. И вот мне представляется, что можно было бы вот как еще ответить на вопрос о роли этих великих революций. Мне кажется, что эти великие революции совершили некий этап развития цивилизации, который начался еще в эпоху Возрождения. Когда в сущности начало от человечества, как бы в лучших ее образцах, отказываться от Господа Бога. Потом, проходя через просвещение, и как бы вершиной вот этого отказа от трансцендентного, стали великие революции, которые сделали очень много хорошего для цивилизации. Люди стали жить намного лучше, дольше и так далее. Но они потеряли то, что сохраняло их как бы высокую миссию. Вот я хочу сказать, что это честно говоря, вообще-то говоря. Но я понимаю, что эта потеря завершает и приводит ситуацию к чрезвычайно как бы критической развитии человеческой цивилизации. Вот то, о чем вы начали говорить. Мне кажется, что ответа на вопрос, что делать? Нет, и поэтому появляются такие уникальные деятели, появляется Брексит, появляется Трамп. Это тубик вот этой самой череды великих революции.